Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня у нас среда, 5 февраля, и мы начинаем свой краткий обзор по основным торговым инструментам. Котировки российской валюты на американской сессии во вторник заметно укрепились после обновления локальных минимумов около отметки 35.55 в рамках азиатской сессии. Основную поддержку рубль получил за счет высокого спроса на рублевую ликвидность и также за счет позитивной тенденции развивающихся рынков. По итогам дня рубль против доллара США подорожал на 15 копеек до отметки 35.18, в то время как рост против евро составил 68 копеек до отметки 47.25. Стоимость бивалютной корзины тем временем понизилась на 57 копеек до уровня 40.50. Многие эксперты сейчас отмечают, что на данном этапе российская валюта сильно перепродана, что создает возможность для коррекционного движения в пользу рубля. Кроме этого, на нефтяном рынке мы наблюдаем разнонаправленную динамику, а предстоящая зимняя олимпиада может оказать поддержку российской валюте. Поэтому сегодня мы ожидаем снижение пары доллар-рубль в области 34.85. Мировые цены на нефть во вторник, как я уже сказал ранее, демонстрировали смешанную динамику в преддверии отчетов по запасам нефти в США в среду. Котировки Brent во вторник упали всего лишь на 7 центов до отметки 106 долларов за баррель, в то время как легкая смесь марки WTI впервые за 3 дня выросла на 1 доллар и 13 центов до отметки 97 долларов и 74 цента на фоне холодной погоды в США. Котировки Brent в среду вряд ли покажут позитивную динамику на фоне прогнозов роста запасов топлива на прошлой неделе. Поэтому отметка 105 долларов за баррель по-прежнему остается актуальной на ближайшие дни. Единая европейская валюта во вторник сумела закрепиться чуть выше 35 фигуры, тем самым сохраняя шансы на возобновление восходящей динамики. В среду на ценовую динамику пары евро-доллар может появляться публикация данных по PMI в сфере услуг для еврозоны и также отчет по розничным продажам в еврозоне за декабрь. Во второй же половине дня ожидается публикация данных по занятости от агентства ADP, которые традиционно публикуются перед данными по рынку труда США. Судя по прогнозам, оценкам цифры ожидаются, откровенно говоря, слабыми, что, собственно, может негативно отразиться на доллары США. Поэтому сегодня можно ожидать роста пары евро-доллар в области 1.36 ровно. На этом у меня, пожалуй, все. Большое вам спасибо за внимание и удачного трейдинга. Продолжение следует...